Иисусу Слава Иисусу Слава на веки Богу Святому И ни в коем другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом Данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись Слава Господу Богу Всемогущему Который возлюбил мир Пролил свою кровушку за нас Искупил нас Воскрес из мертвых Взял на себя наши немощи, болезни И ранами его мы исцелены Спасены, прощены, освобождены Слава Иисусу Христу И дорогие друзья, братья и сестры Всех вас приветствую Именем Господнем Именем Христа Иисуса Из города Киева С нашей киевской архиепископией Реформаторской православной церкви Христа Спасителя И я как архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя Я очень признателен Богу, благодарен Просто неимоверно благодарен Богу за то служение Евангельское православное, такое реформаторское, обновленческое служение Которое по милости Господней я несу как архиепископ Как проповедник, как миссионер, как евангелист Как православный реформатор И благодарю Бога за всех вас, дорогие друзья Кто и молитвенно, и финансово участвует в моем служении к Господу И очень благодарен Богу за действительно то, что мы вместе Как братья и сестры Как действительно семья Божья, церковь Божья Его святая община Несем Слово Господне Несем истину погибающему миру Истину в том, что есть един Бог И един посредник между Богом и человеками Человек Христос Иисус Есть спасение для всех И всякий, кто призовет им, и Господь не спасется И это действительно великое благо Великое Евангелие, которое звучит вот уже два тысячелетия по всей нашей земле Слава Богу Благодарю Бога за это служение И сегодня в молитве Вот эти дни готовлюсь к служению Которое будет проходить в нашей Киевской Архипетской Киеве Каждое воскресенье у нас проходит богослужение Наш благочинный чаще всего именно он проводит здесь богослужение в Киеве Это в арендованном помещении Пока у нас нет храма Нет своего постоянного места У нас арендованы для собрания места Это возле метро Кловская Это в центре города Улица Леонида Первомайского 6 Кловская, улица Первомайского 6 И вот это предприятие Общества слепых Вы даже если гугл карта посмотрите Да, это УТОС Совершенно верно, это УТОС Вы заходите через проходную И лифтом поднимаетесь на четвертый этаж В этом здании И вот там, поднявшись на четвертый этаж Лифтом то В общем-то попадаете прямо в наше собрание Наше собрание С 9 утра каждое воскресенье до 12 часов у нас собрание Наше арендное время Арендованное нашим лифтом Здесь на левом берегу Сейчас наша Киевская архипископия Я собственно здесь сейчас и проживаю И вот здесь квартира вот арендованная Где наша собственно сейчас архипископия Размещается вместе с вашим архиписком покорным слугой И рабом господним И знаете, друзья, вот здесь оборудую сейчас Место для тоже семинаров Если у вас есть возможность какая-то послужить Или как-то посодействовать В полную аренду, чтобы было помещение Для собрания, для семинаров, для служения То свяжитесь обязательно со мной По телефону можете звонить Можете писать на e-mail Вот под этим видео я это публикую на ютубе Или даже если в социальных сетях То все равно ссылка есть на все контакты E-mail, телефоны Все-все-все Скайп Звоните, пишите И телефон для связи Здесь в Украине Если вы звоните из-за пределов Украины То не забудьте, что код Украины Плюс 3-8 Вот, а сам номер Киевстар Это 0-96 Запомните, запишите себе где-то 0-96 Код Потом дальше 96 Еще раз 2 6-6-7-5 Повторяю 0-96 96 2 6-6-7-5 Это номер По которому вы также можете не только дозвониться Значит, но Вы можете также использовать этот номер Для того, чтобы с территории Украины Финансово поддерживать мое служение Господу Переводя сумму Какая у вас на сердце В кошельке Вы имеете желание какое Пожертвовать на мое служение И участвовать своими финансами В моих поездках в служение здесь В Украине Также, если вы имеете возможность Для уже архипископии Посодействовать Нужно все сейчас фактически Вот Приобретать будет Значит, и стационарный компьютер У меня был стационарный хороший компьютер Но его конфисковала полиция В России еще Вот Но И так они вернули мне его Уже три года прошло Да и не один даже компьютер Тогда забрали И рабочий компьютер Два, значит И два нерабочих Которые не использовались Но которые Планировал я восстановить Чтобы они служили Вот Нотбуки все Нотбук и прочее То есть Даже отца Сергия Нашего Гомельского Отец Сергий Дорогой Ты пожертвовал Нотбук Новый, хороший Нотбук Для служения Но Вот Его тогда забрала Тоже полиция Хотя я Пробую объяснить Что это Совершенно новая вещь Еще Даже не использовалась Фактически Но Забрали Все подчистую Все Носители информации Все Тогда было забрано И, значит Конечно Бог все усматривает И несмотря на то Что этим самым Был нанесен Такой материальный Очень такой Серьезный удар Такой Вот По служению моему Но Бог все усмотрел Знаете ли Один из братьев дал Ноутбук Там пользоваться Значит работать Другой дал телефон Значит Одна сестра Там Сибири Благословила Перестала телефон Значит Который Я пользуюсь до сих пор Слава Богу То есть Бог все усматривает И здесь Вот для Уже Нашей архиепископии Нужен Стационарный Хороший Именно такой Компьютер Ну Как говорится Дареному коню Зубы не заглядывают Но желательно Чтобы он был Такой рабочий И хороший В смысле Обрабатывал видео Там значит Не так долго Чтобы можно было В кратчайшие сроки Все это выполнять Обрабатывать видео И Почему еще Все это говорю я Потому что Здесь планирую Проводить семинары Вы можете Семинары Я никогда В поездках Или сам провожу Когда в нашей церкви Или в поездках Я никогда Не говорю О какой-то платье Там Прочее Нет Есть добровольное Прожитование Если вы имеете Желание на сердце Посодействовать То вы это делаете Если нет То Хозяин-барин Насильный мил не будешь И Знаете Люди Бог все восполняет И действительно И Его все Золото Серебро Его все Богатство Его все Гривны Доллары Его рубли Все Действительно Вот И Хорошо Когда верующие К этому Правильно Относятся И это Понимают Это очень Хорошо И становятся Достойными Распорядителями Того Что Бог Им дает И Какой частью Его Благосостояния Они являются В данном случае Носителями Хранителями Распорядителями Это очень важная тема Но Это тема Отдельных семинаров Я об этом рассказываю Тоже конечно же На семинарах И о финансах Также Потому что Это очень важная Составляющая служения Любого служения Абсолютно На этой земле Пока мы здесь В теле Пока мы на этой земле Мы действительно Живем По законам Этого мира Насчет Допустим Закон всемирного Тяготения Насчет Его никто не отменял Закон Также и финансовое Обеспечение И прочее 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 Много этих законов Которые действительно Они Есть на этой земле И Дамы и господа Братья и сестры Это воскресенье 12 ноября Планирую Как раз Посвятить памяти Патриарха Кирилла Лукариса Основоположника Такого Движения Правоставного Такого Ямангельского Реформаторского Движения Это 13 ноября Его день рождения 1572 года То есть Он родился В то время Когда реформация На западе Была уже В полной мере Будем так говорить Уже в полном объеме Распространившаяся Распространяющаяся И Уже там Второе поколение Поднималось Таких достойных Реформаторов Слава Богу И Суждено Именно было Патриарху Кириллу Он родился на Крите Я об этом буду рассказывать Более подробно На служение Приходите пожалуйста Или если Сможете быть в Киеве На служение у нас То уже в записи Потом посмотрите И так же Здесь вот Буду онлайн Подключаться Даст Бог И 13 числа Тоже как раз Подключусь Чтобы вот как раз Именно семинары Вот непосредственно И вечером В воскресенье В 5 часов вечера В воскресенье Не забудьте подключиться И так же В понедельник Буду проводить семинар В течение дня Буду включение делать Посвященный памяти Этого праведника Святителя Божьего Мужа Божьего Который действительно Стал Его называли даже Новый Кальвин В Новом Риме Да Это был реформатор Да Трагически Завершилась его судьба Знаете ли Не суждено было ему Продолжить это Далее Его казнили По приказу Султана Турецкого Но Он сделал Очень важный шаг Без его служения Даже Я без всякого преувеличения Говорю Даже мое Современное Сегодняшнее служение Оно Мне не представляется Честно говоря Вот как оно могло бы быть Потому что Я опираюсь И на Александра Мения И на Кирилла Лукариса На Грановского Антонина На Александра Ленинского На Александра Боярского На других отцов Значит Знаете ли Потому что Мне тогда уже Легче Будем так говорить Уже как православному Христианину Как евангелисту Миссионеру Мне Как реформатору Мне проще уже О многом уже говорить Знаете ли Ссылаясь на Уже опыт На авторитет отцов этих И Как вот В послании к евреям Помните сказано Поминайте наставников ваших Которые проповедовали вам Слово Божье И Взирая на кончину жизни Подражайте вере их И вот это подражание вере Оно В этом есть огромная сила Потому что дальше написано Помните да В послании к евреям же Там же дальше написано Стихом ниже Ибо Иисус Христос Вчера И сегодня И вовеки Тот же Аминь То есть тот же самый Иисус Христос Который был проставлен В жизни тех отцов Прошлых поколений Тех кто передал нам эстафету веры Тот же самый Иисус Христос Он и сегодня Он тот же самый И он и вовеки Тот же самый И благодарю Бога Всемогущего Что тот же Христос Который поддерживал Великих реформаторов Прошлого Таких как Кирилл Укарис Или Александр Мень Александр Боярский Антонин Грановский Александр Бегинский И прочие реформаторы Знаете ли Тот же Христос Сегодня поддерживает Нас с вами И укрепляет И вдохновляет Потому что Мы живем В уникальнейшее время Строительства Третьего Храма Храма Уникального Во всех отношениях Храма Который уже Строится на протяжении Двух тысячелетий Стройка тысячелетий Друзья Дамы и господа Братья и сестры Стройка тысячелетий И хотя Стройка Началась еще В книге Деяний апостольских Ну и чуть раньше Конечно На Голговском христе Потому что там Мессия Родил нас всех В своей крови Страдая Но в Деяниях апостолов Та церковь Облеклась силой свыше То собрание Та община Та община небольшая Еврейская Мессианская община Это верившие Те евреи Мужчины и женщины Их было человек 120 Небольшая община совершенно Но с этого Небольшого ручейка Огромная река Родилась Мирового христианства Мессианства Движение Которое сегодня Миллионы и миллионы людей Действительно Не просто Но являются Участниками его Потоками Ручейки эти Сливаются в огромный поток Такой Море просто-напросто Слава Богу Пусть Господь Бог Благословит всех вас Дорогие друзья И сегодня Благодарю Бога За то Что действительно Имя Иисуса Христа И здесь в Украине И по всему лицу земли Проставляется Величается И я Благодарю Бога За Это служение Благословляю всех вас Во имя Господне Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мил Во имя Иисуса Христа Аминь Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Промостанная церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир всем Иисусу слава Иисусу слава Луна и песня На церковь